В молодежном культурном пространстве Скитима на минувшей неделе состоялось масштабное мероприятие под названием «Снова в квадрат». Новшество после глобальной реконструкции оценила наша съемочная группа. Культурное пространство «Квадрат», объединившее инициативную молодежь Скитима, гостеприимно распахнуло свои двери 28 сентября 2018 года. 12 месяцев работы и активного поиска творческих идей вылились в написание нового инфраструктурного проекта «Открытые пространства». Второй проект оказался более успешным. Нам будет ли средства, ресурсы, чтобы сегодня эти стены, это пространство заиграло новыми красками. Если помните, мы собирали встречу с жителями города Скитима для того, чтобы понять, какие потребности у вас, что хотелось бы вам здесь видеть. И дизайнеры, уважаемые, составили проект. И вот, собственно, все, что вы здесь видите, сделано нами, вами. Я думаю, вы рады. И молодежь, безусловно, оценила. Самостоятельно делали ремонт, сообща, наполняли смыслом и содержанием пространства, чтобы сделать его не просто привлекательным, но и полезным. У нас изменился весь абсолютно дизайн, он абсолютно новый, у нас расширился функционал. Теперь у нас более уютная атмосфера. Стиль обновленного квадрата оценили и завсегдатые, и те, кто вновь прибыл сюда. Значит, организаторы идут в верном направлении, ведь вовлечение отдельных молодых людей и целых молодежных сообществ является важным процессом. Что такое пространство? Пространство – это дух свободы. Пространство – это дух современной молодежи. Мы уже второй год открываем по районам Новосибирской области, малых городах и селах нашего региона. Такие небольшие пространства, небольшие молодежные центры локальные, которые выглядят современно, в которых можно заняться интересной для тебя деятельностью, в общем, организовать свой концерт или рассказать, в общем, о том, как ты путешествовал. В общем, нестандартные форматы, неограниченные кем-то или чем-то – это пространство, которое работает с девяти до шести, когда множество различных институций, учреждений такого общественного формата, в виде библиотеки, МГДК, пространство создается нами, молодыми, собственно, таких же молодых, как и мы. Ценность и смысл пространства – что ответственность за то, что здесь происходит, кто сюда приходит, какие здесь правила, насколько здесь комфортно и уютно, зависит от вас. Реконструкция пространства еще не окончена, говорит руководитель проекта. Предполагается добавить света и новых полочек. А вот чем будут наполнены полочки и что будет здесь происходить, зависит от самой молодежи из Китима и гостей города. И надо отметить, что молодежь в квадрате и деятельная, и содержательная. В который раз, представ на местный суд, мы верим, мы в поэзии бессмертны, и наши дни в поэзии бессменны, и это все бессовестный абсурд. Кричать вовсю и верить в наше дело, в большой сети и в сумрачном квартале, таких, как мы ни разу не видали, тем более не слышали нигде. Людей, причастных к проекту, культурное пространство немало, поддерживает инициативную молодежь и администрация города. Мне очень хочется, чтобы из Китима знали, что если ты не нашел друзей, если ты не нашел динамышленников, если ты не смог себя выразить, то ты, значит, просто еще никогда не был в квадрате. Я очень надеюсь, что это место станет любимым не только для жителей индустриального микрорайона, но и для всех искитимцев и со всех концов города. Мы очень рады, мы очень благодарны их поддержке Министерства образования Новосибирской области и Центру молодежного творчества, потому что хорошая идея находит отклик быстро. Поэтому то, что мы здесь сейчас видим, это ваша идея, это ваша подача. И я очень рада, как представитель администрации, что у нас работают люди, которые такие вещи готовы поддерживать. Поэтому мы рады любой инициативе, открытой ко всем предложениям. Программа «Вечера» была насыщенная и поэтическими выступлениями у микрофона, и музыкальными композициями группы 305. Атмосфера творчества заряжала гостей на позитив. Аналогичные культурные пространства есть в Новосибирске и других районах области. Они созданы молодежью для молодежи, и важно, чтобы события, объединяющие ребят, являлись частью их самих. И это возможно, если они включаются в созидательный процесс. Музыкант вы, поэт, да? Ну, что-то очевидное. Вы можете сделать здесь концерты, чтение и так далее. Но на самом деле, даже если вы там не пеете танцевать, как я, все равно это место может вам помочь развить себя, проявить и так далее. Ну, в общем, цепляйтесь за него, не бойтесь, подходите. Даже если у вас какие-то идеи очень невразумительные, знаете, типа, что-то хочу, что-то фиолетовое, то все равно подходите к админам, рассказывайте вместе с ними, штурмуйтесь, ищите здесь единомышленников, и у вас все получится. Авторы, организаторы и идейные вдохновители культурного пространства в реализации проекта руководствовались не только дизайнерскими решениями, но и воплощали в жизнь пожелания людей, собранные в социальных опросах. Квадрат изменился полностью, ну, если заметно, по прошлым разам он был более светлый, сейчас учтена цветовая палитра, допустим, зал, который, ну, более такой, так скажем, тусовочный, он сделан специально в темных тонах, чтобы люди там себя более комфортно чувствовали в такой неформальной атмосфере. Малый зал, наоборот, в светлых тонах, потому что он направлен на какие-то воркшопы, мастер-классы, чтобы там развиваться, изучать что-то, встречаться, разрабатывать какие-то проекты и так далее. Ну, кухня тоже у нас такая стала веселенькая, в общем, изменилось все. Благодарны тому, что мы же делали это все в короткие сроки, и нам действительно очень радостно за то, что у нас есть в городе и в Искитиме такие люди, которые готовы прийти на помощь в трудную минуту. То есть, когда нам надо было срочно что-то собрать, да, мы понимаем, у нас через два дня открытия, мы пишем людям в общие группы, и люди приходят и помогают. Это очень торгово стоит. И, ну, такими темпами, я думаю, мы можем очень много добиваться вещей в нашем городе вместе. Друзья, мы ждем вас всех в квадрат, для того, чтобы помочь и внести свою лепту, и знать, что вы причастны были когда-то к созданию такого прекрасного места. Это ведь первое культурное пространство в нашем городе, и за то, что мы создаем его вместе, и кто уже в этом проекте, мы всех-всех всем благодарим за вашу отдачу, за ваше тепло, и за вашу поддержку и помощь. Без вас мы бы ничего не сделали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова